Дорогу не чистили с прошлого года. История о том, как управляющая компания Арбековская взяла под крыло полторы сотни домов, а обслужить забыла. Здесь буксуют все, и скорые, и такси к нам не заезжают. Полторы недели на максимуме. На фоне роста числа зараженных. Показатели среди детей снижаются. Секции и кружки готовятся очно принять воспитанников. Слава и хвала тем родителям, которые не опустили руки, не сдались, не сели на диваны с негативными отзывами. Новый красный день календаря. 20 мая в нашем регионе впервые отметят День трудовой доблести города Пензы. Принятие настоящего законопроекта будет способствовать сохранению памяти от трудовой доблести Пензы в ходу Великой Отечественной войны. День трудовой доблести Пензы. 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 Добрый день, Лариса Николаевна. Хочу оставить заявку. У нас сейчас в подвале идет очень сильный шум воды. Такого как-то раньше не было. И пошел очень сильный запах канализации. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы срочно приехали и посмотрели, что там такое творится. Пока дожидаемся аварийку, Лариса Сутягин рассказывает, что неприятный запах стоит в подъезде уже не первый год. Но раньше его еще можно было терпеть. О проблемах с инженерными коммуникациями управляющая компания осведомлена. Должны были еще сделать в начале лета. Потом, значит, пандемия, были такие отговорки. Но опять, лето прошло, ничего нет. Осень прошла, ничего нет. За хоть какую-то работу коммунальщики принимаются, когда жильцы дома начинают угрожать сменой управляющей компании, признается пенсионерка. Однако заканчивается лишь новыми обещаниями. Спустя полчаса на бригаду сантехников за окном ни намека. Приходится самим выезжать на поиски специалистов. На Онежской 5, где расположен офис АО «Арбековская», на месте находим только мастера. Мы с Лядовой 62 приехали. Туда уже больше часа, получается, назад вызывали аварийку. До сих пор не приехали. Я этот дом не обслуживаю. Я не по этому участку мастера. А куда нам обратиться, где найти мастера? Строители 112, там участок, там есть свой инженер, мастер. Едем на строителей 112, где должен быть нужный нам мастер, отвечающий за 62-й дом по улице Лядова. И снова одна пустая комната за другой. Как и на Онежское руководство отсутствует. Благо, на месте секретарь. Мы хотели узнать, как вообще строится эта система и когда уже она дождется мастеров. Ну, я не знаю. Если заявка поступала, то инженер обязательно должен был связаться с ней. И слесарь, и мастер должны были выехать на этот объект. Ну, вот по нормативу они в течение получаса должны были приехать и локализовать проблему. Найти, собственно, ее и хотя бы частично устроить. Ну, так и делается. Прошло полтора часа, и к ней никто не приехал. Ну, если заявка была на общедомовых коммуникациях, наверняка кто-то приезжал уже. Звоним Ларисе Николаевне из 62-го, которая вызвала аварийку. Женщина говорит, что к ней никто так и не приехал, хотя прошло полтора часа. От длительного ожидания женщина перенервничала. Я не могу, я давление подъявлюсь. Нам удалось раздобыть телефон инженера управляющей компании Альберта Ониковича. Со второго раза дозваниваемся до него. К ней приедут, смотря заявку какая. Заявка рассматривается. Заявка ее есть и шум какой-то. Это не аварийная заявка. Ну, так заявка по рекламенту должна рассматриваться в течение 10 минут и в течение получаса должны приехать уже и локализовать проблему. Смотрите, какая заявка, да. Ни слесаря сегодня приезжал, кто говорил, что к ней не приезжал. Слесаря не будет заходить в квартиры и отчитывается, что они приехали. А, то есть слесаря этого не делают, они в квартиру не заходят. А зачем? Заявка есть, они заходят, не в подваль, заходят в подвал. Видимо, инженер Ауарбековская не знаком с требованиями, установленными постановлением правительства России. В них четко определен регламент реагирования на срочные вызовы по коммунальным проблемам. Обращение обязаны рассмотреть в течение 10 минут и сразу же направить на адрес аварийную бригаду. В течение получаса управляющая компания должна локализовать, то есть обнаружить аварийную ситуацию в случае, если она есть в доме. И, соответственно, в течение получаса должны уведомить гражданин, обратившегося в аварийную диспетчерскую службу, о сроках устранения этой аварии, а также о ее характере. Любое несоответствие этим нормативам может быть расценено как грубое нарушение лицензионных требований. При появлении таких фактов гражданам следует обращаться в Министерство ЖКХ. Инспекторы проведут независимую проверку и примут соответствующие меры. Помимо внушительных штрафов, это риск лишиться разрешения на работу, особенно если ситуация повторяется. Чтобы разъяснить коммунальным организациям их права и обязанности, в Министерстве ЖКХ региона начали проводить встречи с руководителями управляющих компаний и ТСЖ. Туда приглашают тех, на вверенных территориях которых выявлены нарушения. Кому-то для начала выносят предупреждение, другие подвергаются штрафу. Юрий Конкров продолжит. Представитель товарищества собственников жилья, управляющего многоквартирным домом в Терновке, пришла по приглашению, но, к сожалению, не за наградой. После одного из рейдов по городским улицам в Министерстве ЖКХ появилась информация о том, что снег на прилегающей территории не расчищается или убирается некачественно. В ходе осмотра были выявлены следующие нарушения. То, что придомовая территория по данному адресу находится в неблагодарительном состоянии. Не проведены работы по зимней очистке придомовой территории от снега, а также входных групп. На внутренней дворовой дороге имеется рыхлый снег. В свое оправдание Валентина Михайловна Федина поясняет, что за 8 лет ее председательство не получило ни одного нарекания. Да и в те дни, когда было допущено нарушение, она, как руководитель, изо всех сил старалась на благо своих жильцов в поисках снегоуборочной техники. Я звонила по, какие у меня есть адреса. И на тот момент, на второе, не было машин. Не было машин. 4-го числа мы, я можно сказать, увидела трактор, подняла, нам прочистили. Комиссия при рассмотрении документов учла и показания должностного лица. Так как деятельность прошлых лет не запятнана никакими проступками, опытному руководителю вынесли предупреждение, подчеркнув, что в следующий раз придется ответить рублем. Но, с другой стороны, даже на уровне законодательства у управляющих компаний есть лазейки для сокрытия своих финансовых потоков. К примеру, до сих пор официально не утверждена единая форма ежегодной отчетности о работе. То есть где-то управляющая организация четко прописывает на перечине работ. И в том числе в этот перечень входят и работы по уборке, и содержание придомовой территории, и суммы, которые затрачиваются. А где-то в отчетах мы не найдем эту информацию. С целью наведения порядка в сфере ЖКХ аналогичные заседания комиссии будут проводиться и впредь. Все зависит от периодичности поступления в ее адрес актов о нарушениях, которые составляются во время проведения рейдов представителями Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы. Теперь о COVID-19. За минувшие сутки этот диагноз подтвержден у 1908 пензенцев. Из них госпитализирован 181 человек. Показатели заболеваемости держатся на максимально высоком уровне уже полторы недели. Учитывая весь период пандемии, всего же количество зарегистрированных случаев превышает 123 тысячи. Также, согласно данным оперштаба, накануне успешно завершили лечение еще 142 пациента. Выздоровевших уже более 97,5 тысяч. Проведенные эпидмероприятия и внеплановые каникулы для школьников дали свои плоды. Произошло снижение заболеваемости среди детей, причем достаточно выраженное. Если в начале прошлой недели было около 3000 вызовов врача на дом к несовершеннолетним, то в минувший понедельник уменьшение в два раза. Это позволит уже с 14 февраля снять запрет на посещение ребятами объектов культуры и спорта, а также на занятия в кружках и секциях. Пока же педагоги продолжают работать дистанционно. Вот уже две недели Вероника Фральцова приходит в пустой зал. Танцами с детьми, как и остальные педагоги, она занимается онлайн. Несколько минут на решение технических вопросов, и можно приступить к отработке движений. Вправо и раз, и наверх, и влево раз, и наверх, и вправо, и раз, и замах. В профессии руководитель творческой студии больше 10 лет. Опыт позволил быстро подстроиться под новые правила в условиях сложной эпидситуации. Как только объявили об удаленке для кружков, педагог продумала программу и поставила конкретные цели. Я считаю, что основная миссия дополнительного образования – это прививать детям навыки, которые понадобятся им во взрослой жизни. И вот слава и хвала тем родителям, которые не опустили руки, не сдались, не сели на диваны с негативными отзывами о том, как все плохо, и занятия закрыты, и как жить дальше. А показали детям, что даже в таких ситуациях жизнь не заканчивается, и нужно всегда находить выход с пользой для себя. Если в первую волну коронавируса коллективу пришлось отложить все поездки за пределы региона, то на этот раз танцоры побывали на международном конкурсе в гостях у сказки. Из Великого Устюга привезли награды. Подготовку к творческим состязаниям пришлось проводить как раз в дистанционном формате. Несмотря на то, что работа в студии не прекращается, все же нельзя не сказать о сложностях. Я не чувствую такой отдачи, которую я чувствую в зале. И мне хочется, чтобы был такой энергообменный. Я думаю, что и им точно так же. Все равно, когда они занимаются в зале, создается такая рабочая атмосфера, и рабочая, и творческая. И мы очень много работаем со творчеством, с детьми. И здесь прям воздух пропитан, конечно, такой атмосферой. Через экран я не чувствую. И прям хочется мне вот эту атмосферу все-таки создать. Но уже с грядущего понедельника в танцевальном зале закипит коллективная работа. Дополнительное образование возвращается в привычный режим. Возобновятся занятия во всех творческих кружках и спортивных секциях, деятельность которых пришлось вынужденно приостановить в конце января из-за высокой заболеваемости детей. А 20 мая в нашем регионе впервые отметят День трудовой доблести города Пензе. Праздник станет ежегодным. Его приурочили к дате подписания указа президента Владимира Путина о присвоении областному центру почетного звания. Инициативу депутаты регионального парламента единогласно поддержали. В ходе 48-й сессии она, кстати, из-за сложившейся ситуации по коронавирусу, проходила в дистанционном формате. Чуть больше, чем через три месяца, парк «40 лет победы» в Арбекове станет центром празднования новой памятной даты области. Возле стелы Пенза «Город трудовой доблести», открытый здесь в конце декабря, 20 мая планируют проводить торжественные мероприятия, посвященные ветеранам-труженикам тыла. Законопроект на сессии регионального парламента депутаты приняли. Единогласно. Принятие настоящего законопроекта будет способствовать сохранению памяти от трудовой доблести Пензе в годы Великой Отечественной войны, в дальнейшем развитию системы терапического воспитания граждан и формированию уважительного отношения к истории города. Также в ходе сессии регионального парламента с докладом о результатах работы органов внутренних дел в 2021 году выступил главный полицейский области Павел Гаврилин сообщил, что по многим направлениям отмечается снижение уровня преступности. В структуре преступности отмечается сокращение тяжких и особо тяжких составов, преступлений против личности, грабежей. Раскрываемость преступлений возросла и составила 62%, превышая средний показатель как по оборудованию, так и по стране. А наиболее опасных видов против личности 96%. Лучшие показатели по снижению уровня преступности в общественных местах отмечаются в Сосновоборском, Лопатинском, Бековском, Белинском и Камешкирском районах. Также из незаконного оборота изъято более 100 килограммов наркотических средств. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году. Пензенская область вошла в число пилотных регионов, где в ближайшее время будет реализован проект «Система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами». Главная цель – обеспечить людям, нуждающимся в заботе, сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь, как на дому, так и в стационаре. Мы пока отбираем самых тяжелых больных, которым нужна помощь на дому. Планируется, что типизаторы, которые у нас прошли уже обучение, будут выявлять три категории граждан – первый, второй, третий. И в дальнейшем предоставлять услуги бесплатные, в зависимости от той группы, от той степени необходимости этих услуг. Максимальная – это 28 часов в неделю предоставление бесплатных. И 21 часа, и, соответственно, 14 часов. Участие в проекте пока примут четыре района – Макшанский, Бессоновский, Никольский и Шемышейский. Там будут открыты пункты проката технического оборудования. Заработает школа родственного ухода. Подробнее об этом и не только узнаете из программы «Кабинет министров». Она выйдет в эфир нашего канала в 19.15. Сейчас короткая реклама, а затем вернемся. В твоем дворе полоха чистит снег. Если рядом с подъездом выросли метровые сугробы, на тротуарах гололед и до остановки приходится идти козьими тропами, напиши в жалобную книгу информагентства «Пензапресс». Ни одно обращение не останется без ответа. Окружной фестиваль «Театральная приволжья» в самом разгаре. Это не только конкурс. Его главная цель – вовлечение молодежи в среду, на расширение ее культурного кругозора, формирование нравственных ценностей. Кроме того, организаторы хотят привлечь внимание молодых людей к участию в театральной деятельности как в качестве активных участников, актеров, режиссеров, так и в качестве зрителей. А вот задача опытных служителей Мельпомены – определить, кому это удается лучше других. Стой! Стой, корова! Спектакль «Корова» молодежной труппы из Перми среди фаворитов пензенского жюри. Фестиваль любительских коллективов «Театральная приволжья» вышел на этап профессиональной оценки работ. Состав экспертов в каждом регионе свой. Постановку оценивают по десятибальной шкале. Споры в жюри разворачиваются как драматический сюжет. Давайте много остановимся и все взвесим. Ну, Саратов чисто художественная считает. Да, чисто художественная, она выше. Претендентов на победу в каждой номинации традиционно 14. Оценивать приходится сразу два потока спектаклей – детских коллективов и молодежных. А значит, проанализировать нужно не только режиссерскую задумку, игру актеров, сценографию и драматургию, но и совсем неочевидные вещи – работу педагога. «Уровень вырос. Относиться начали очень серьезно все, начиная с коллективов и заканчивая властью. Да, и Министерство культуры в каждом регионе поддерживает. Это видно, потому что ребятам дают хорошие площадки, качество костюмов выросло, освещение звука. То есть качество спектаклей полностью выросло». Наша область на театральном Приволжье в этом году представляет детский коллектив «Альт» из Кузнецка и студенческая труппа «Кириллица» ПГУ. Вот только оценивать их будут эксперты из других регионов. За своих пензенская жюри голосовать не может. В области будут активно развивать КВН. В регионе станет действовать трехуровневая система движения – юниор, лига, лига профессионалов и основная – ЦУРА. Привлекут все образовательные учреждения. Организационная работа должна завершиться до 1 марта. Кроме того, на федеральном уровне с этого года начнут выделять грантовые средства на поддержку клубов веселых и находчивых на местах. КВН будет включен в воспитательную компоненту. Студенты будут получать баллы за участие в играх КВН, свой рейтинг. Соответственно, они могут рассчитывать на поддержку в плане стипендий. Сейчас рассматривается вопрос о том, что приравнять участие в телевизионных лигах КВН среди школьников к участию во всероссийских олимпиадах. Соответственно, если это решение будет принято на федеральном уровне, то, соответственно, школьники будут получать дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Подробнее о том, сколько человек сейчас задействовано в движении КВН, как воспитывают будущих шоуменов и на каких площадках могут выступать сурские юмористы, узнать из программы «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир сразу после этого выпуска новостей. А в Пензенском государственном университете собрались самые быстрые, ловкие и сильные учащиеся регионы. А там прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Но хорошей атлетической формы для победы недостаточно. Участникам нужно обладать и теоретическими знаниями. К соревновательной борьбе каждый из них привык с самых юных лет. Все участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре – действующие спортсмены. А потому они готовы к предстоящим испытаниям. Многие здесь уже не в первый раз. Есть и прошлогодние победители. Для подготовки к олимпиаде я регулярно занималась гимнастикой. Вообще я 10 лет занималась гимнастикой, поэтому для практики я надеюсь, что мне не составит труда хорошо выступить. Для участия в олимпиаде заявились 50 человек со всего региона. Их ждали два конкурсных этапа – практический и теоретический. Именно последний ребята называют более сложным. Приходится много читать про олимпийские игры, про виды спорта, узнавать. А в практической части, в принципе, все получается. Конечно, есть недоработки, но дорабатываем постоянно. Когда-то даже и пропускал практическую часть, говорили, лучше давать его не учишь. Практическая часть олимпиады включала в себя два задания. Первое – это гимнастический комплекс, в рамках которого ребятам нужно было выполнить различные стойки, кувырки и другие элементы. Второй этап – спортивные игры, куда, к примеру, включили футбол и баскетбол. Меня радует то, что подход со стороны и педагогов по физической культуре, и со стороны, особенно, учеников. То есть, вот эта жажда победы – это уже много о чем говорит. Естественно, идет поступательное движение. Сильнейшие ребята по итогам региональной олимпиады получат шанс выступить на всероссийском этапе. Победа там – это уже возможность поступить в ВУЗ без экзаменов. И сегодня вечером для Дизеля стартует заключительная серия игр в рамках регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги. И, напомню, дружина Алексея Медведева уже не борется за попадание в плей-офф. А потому оставшиеся четыре матча на пензенском льду будут носить для желто-синих исключительно формальный характер. Первый соперник – питерский клуб «Сканева» – самая забивающая команда текущего розыгрыша. Этот поединок наш телеканал покажет в прямом эфире начала в 19.00. В связи с этим произошли изменения в сетке вещания «Экспресса». Второй вечерний выпуск программы «События». Смотрите в первом перерыве хоккейной трансляции. Пока у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры делал DimaTorzok В восточных районах Пензенской области облачная погода. Ночью ожидается сильный снегопад. Днем без осадков. Ветер западный, северо-западный – 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью – 2-3 градуса мороза. Днем около минус 2. В Пензе ожидается облачная погода. Ночью снегопад, днем без осадков. Ветер западный – 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью – от минус 4 до минус 2. Днем – 2 градуса со знаком «минус». Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...